6 лет Богдан Максименко умеет считать и писать, знает и этаж, на котором живет, 12-й. Ведь на город с такой высоты открывается красивый. Правда, у мамы он вызывает скорее чувство страха, чем прекрасного. Мы живем на высоком этаже, дома сейчас достаточно высокие строят. И про случаи выпадения деток из окон мы слышали, знаем из новостей, периодически освещают, говорят. Поэтому да, это как страх любого родителя. Валерия Максименко признается, сын растет любознательным и активным. Поэтому практически с первых дней жизни малыша они с мужем озаботились созданием в квартире безопасной среды. И вообще все механизмы ему интересны, ручки от окон, соответственно, тоже. Поэтому хотелось сделать безопасным это пространство. И мы установили замки на все окна. Четыре панорамных окна и балкон в детской оснастили специальными замками, блокираторами створок или, как их еще называют, поворотными фиксаторами. Они считаются одними из самых простых в установке и использовании. Мы поставили вот такие блокаторы на окна, которые блокируют окно и, соответственно, не дают ему открыться. Если вдруг ребенок решит подставить табуретку, заинтересуется окном и захочет его открыть. То есть оно не дает открыться, но дает возможность приоткрыть на проветривание. На улице потеплело. Горожане открыли окна нараспашку. Некоторые из родителей уверены, москитной сетки достаточно, чтобы обезопасить ребенка. Однако жизнь уже давно доказала обратное. Специалисты по детской безопасности даже навскидку могут привести в качестве примера не один такой случай. По печальной статистике, случай выпадения детей из окон происходит в тот момент, когда родители находились дома. То есть по недосмотру родителей. Ежегодно в Одинцовском округе сотрудники управления проводят акцию «Безопасные окна». На детских площадках, в торговых центрах и парках родителям напоминают о мерах предосторожности. «Безопасные окна. Выдаем им тематические памятки, которые мы разработали. Рассказываем им о мерах безопасности, которые необходимо принимать в многоквартирных домах». Дети всегда должны быть под присмотром. Не старших братьев и сестер, а взрослых членов семьи. Не устают напоминать специалисты управления. Но даже соблюдение этой рекомендации не отменяет необходимость установить защиту на окна. Стоит недорого, но может сохранить жизнь. Редактор субтитров А.Семкин